Уважаемые друзья, здравствуйте! Сейчас мы вам хотим рассказать о гибридах кабачка. Вы знаете, они бывают разные. Бывают белоплодные формы, бывает и сортотип цукини с разной окраской плодов. Темно-зеленые, полосатые, желтые, оранжевые, и кремовые, и так далее, и так далее. Те гибриды, которые мы рекомендуем вам в этом году, которые войдут в список новинок, они в течение нескольких лет проходят сравнительные сортоиспытания в различных регионах нашей страны. И по результатам этого сортоиспытания эти гибриды рекомендуются для включения в список новинок и уже предлагаются огородникам для выращивания в различных регионах нашей страны, в том числе, естественно, в средней полосе России. Вот перед нами гибрид кабачка, сортотип цукини, багира. И вы можете видеть, плоды темно-зеленой окраски прекрасно подходят для использования в кулинарии. Ну, естественно, есть разные рецепты, разные направления. Можно оставлять отдельные плоды, конечно, для использования в зимний период. То есть для этого плоды должны созревать полностью до фазы биологической спелости на растении. И в этом случае они будут хорошо храниться. Второй вариант, конечно же, мы убираем вот эти более молодые плоды. Вот эти плоды можно оставлять. Видите, он крупный уже, твердый. Можно сказать, что внутри уже формируются семена. И вторая фаза, конечно, использования вот таких молодых плодов. Очень нежные собирать и использовать. Конечно же, вот кроме этой фазы можно также собирать вот такие плоды еще нежнее. Вот они очень нежные. Использовать в кулинарии. Конечно, чем больше мы будем собирать вот такого размера, такого размера плодов, и тем больше на растении будет формироваться молодые плоды и дальше, и дальше. В принципе, если соблюдать вот это агротехнические мероприятия, это спалив, это подкормка своевременная и так далее, эти кабачки будут плодоносить у вас до наступления заморозков. Субтитры создавал DimaTorzok